Первый гость благотворительного новогоднего марафона подарим детям сказку «Мэр города». В праздничной студии телеканала «Бобруйск-360» Игорь Кисель выбирает елочную игрушку с желанием 9-летнего Димы из социального приюта. Мальчик просит «Пауэрбэнк». То желание, которое он преподнес, наверное, Деду Морозу, председателем Бобруйской горосполкома, будет исполнено. Мечта сбывается спустя две недели, и не только у Димы. В детском социальном приюте от гостей телемарафона заветные подарки получают 34 ребенка. Руководители предприятий и организаций, депутаты и бизнесмены творят чудеса. В блестящих коробках смарт-часы, беспроводные наушники, скейт, планшет для рисования, вертолет на пульте управления, плюшевый медведь, машинки и бьюти-боксы. Что загадали на Новый год у Дедушки Мороза? Я, кроссовки и куртку. Я тоже куртку и большого медведя. Получили то, что хотели? Да. А как новогоднее настроение? Есть? Хорошее. Когда мы сказали детям о том, что они могут написать желания, были дети, которые уже проходили этот опыт, да, и они, конечно, с энтузиазмом. Но когда все дети узнали о том, что они могут написать то, что они хотят, они такие вдохновенные были и такой вопрос задавали. А правда ли нам подарят? Я говорю, обязательно подарят. К телемарафону присоединяется и универмаг. Руководство торгового центра исполняет желания Даника Мартинкевича. Мальчик уже давно мечтает о хорошей зимней куртке. Для воспитанника социального приюта важно не только не мерзнуть в холодную пору, но и не отставать от трендов. От ассортимента в магазине разбегаются глаза. Выбор падает на черную парку. Приложили максимум усилий для того, чтобы всем было приятно. Не только деткам, но нам самим мы получили положительные эмоции, когда помогали ребенку подобрать то, что ему нравится. Мы посмотрели, что он ушел с таким чувством какого-то удовлетворения и радости. На этом сюрпризы не заканчиваются. Ведь без подарка не должен остаться ни один нуждающийся ребенок. Депутаты отправляются в гимназию «Колледж искусств». Здесь радуют детей и семьи, которые находятся в социально опасном положении. Сладкие презенты от Могилевской областной ассоциации и городского совета. После зажигательное новогоднее представление. Я бы хотел поздравить бобручан с наступающим Новым годом. Безусловно, этот год был непростой для всех жителей города Бобруйска. Но я хочу поблагодарить каждого бобручанина за то, что он внес определенную лепту в развитие нашего города. В эти предновогодние дни волшебство продолжает шагать по стране. Неравнодушные к чужим и порой непростым судьбам люди дарят не только подарки, но тепло, внимание и заботу. И это под силу каждому. Присоединиться к акции «Наши дети» можно до 15 января. Ольга Васента, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.